Радио 54 А еще часто нет увеличительного стекла, чтобы увидеть, что там написано Об этом тоже многократно уже говорится О том, что информация должна предоставляться в понятной и читаемой форме Но здесь сейчас речь не об этом Зачастую потребитель, приходя уже куда-то Он предварительно априори доверяет этому лицу Значит, в любую сферу В любую сферу, в любую сферу, в которой бы мы не приходили, либо не обращались Мы вообще редко с этим сталкиваемся, редко в этом что-то понимаем Приобретая обои, вряд ли вы понимаете, какая краска использовалась Какие характеристики, износостойчивость бумаги и так далее и тому подобное Ну мы и на это смотрим, да, мы, наверное, смотрим на цвет материал Хорошо, давайте по поводу цвета Вы приходите в магазин и говорите, мне нужен зеленый А там 10 оттенков этого зеленого и у каждого этого оттенка есть свое название А продавец заканчивал художественную школу Да, поэтому законодатель еще один внес аспект Это цель приобретения То есть когда продавец должен предоставить ту услугу, товар или работу Соответствующую целям Есть уже большая практика, касающаяся того, что потребители отказываются Либо расторгают договоры, когда им навязана была услуга Либо же предоставлена услуга, не соответствующая его требованию Вот, смотри, как у меня недавно получилось С одним знаменитым интернет-провайдером новосибирским Я заключила договор на понятных условиях, которые были черным по белому четко прописаны А потом заметила, что мне с интернетом беда То есть они мне по договору пообещали 100 мегабит, а дали 50 А по договору у тебя было до 100 мегабит Вот, вот это вот я хотела уточнить, Леша Вот смотри, формулировка в договоре была до 100 мегабит А они мне дали 50, на самом деле 38, если будешь совсем честным Они нарушили наши договорные Договорные машины, да Или эта формулировка до 100 мегабит позволяет интернет-провайдеру Меня, как говорится, как угодно Вот тебе сейчас самое интересное Значит, богатый русский язык позволяет по-разному формулировать Те или иные тексты Значит, если написано до, то, соответственно, больше одного это уже до То есть они не нарушили по букве закона Конечно, там должно быть четко установлено конкретный критерий Либо же вы тогда исходите от другого, не менее То есть если вы говорите о том, что... Если он говорит, что я, к сожалению, вам стабильно 150 не могу давать, да Потому что там двигающаяся шкала Тогда вы говорите от минимального Вы говорите, мне нужно, чтобы была не менее, например, там, не знаю, 90, 100 120 и так далее И это очень важно, Леш И мы просим компанию, которая оказывает нам услуги Переформулировать пункты договора И они обязаны это сделать А они же могут сказать, что это наш скелет Извините, ничего не знаю Вот, теперь сейчас подходим к самому главному То, что касается скелет Так скажем, договоры, которые уже предоставлены Либо шаблоны, либо уже формы Которые, либо они где-то скачали Если это маленькая какая-то контора Либо крупное предприятие Это мы сталкиваемся с страховыми компаниями Мы сейчас не обсуждаем вопрос хороших юристов Просто какое-то большое количество сотрудников согласовывали этот текст Это страховые компании Это банковские, финансовые услуги, медицинские услуги Значит, здесь я хотел как раз сделать акцент на последнее обращение Гражданам руководства Центрального банка В связи с большим потоком обращений о навязывании услуг Значит, Центральный банк непосредственно обратился к гражданам И сказал Обязательно смотрите, внимательно читайте документы Смотрите, какие услуги вам предоставляются И в случае, если вы не согласны, либо вы против этого Говорите об этом Спрашивайте дополнительную информацию В противном случае обращайтесь с жалобой и в Центральный банк И непосредственно в банк Значит, здесь приводим конкретный пример Например, ипотека Это очень часто такое сталкивается, да? Значит, люди приходят в банк И зачастую всегда переживают по поводу ипотеки Им уже согласовали сумму Они уже приходят на подписание документов Когда идет подписание документов Идет в том числе и вопрос страхования Значит, они Очень часто, да Они узнают о сумме, которая им уже вносится То есть, которую они должны заплатить Уже когда пошли в кассу Уже по факту, да Да И, значит, до того, как они это все оформляли Предположим, вариант, да Они знают конкретную сумму кредита Они знают конкретные платежи Им озвучили, что сумма в год страхования будет, допустим, 10 тысяч Но когда они приходят рассчитываться Они видят, что 20 тысяч платят за страховку И не понимают, почему Боятся спросить Не уточняют Ничего не знают Из чего состоит эта страховка И потом, через какое-то время Общаясь Уже заплатили Все Боятся, чтобы сделка там не сорвалась И так далее Им говорят, что А почему вы сразу-то не сказали Не посмотрели Что вам сделали У вас есть минимальный набор Обязательный По страховке То, что вы должны заплатить А вам еще дополнительно добавили Автоматически добавили еще услуг по страхованию Вы против этого не возразили Вы не спросили, не уточнили Не попросили это убрать И, соответственно, пошли и это оплатили То есть Молчанием своим, согласием Вы подтвердили то, что вам навязали Ну так вот именно А в чем проблема-то? Проблема в том, что у нас люди Очень часто боятся спросить Боятся уточнить Так не надо жаловаться Нужно ответственно подходить Кому-то самому кредит Почитать договор Выяснить все Первое Это же не заставляет Самое простое Да вот я вас умоляю, мужчины Вы говорите фразу Почитать договор Как будто это, я не знаю Пойти кофе, чашку выпить Это очень сложная история Юль, я всегда читаю договор Этот язык Я тоже, поэтому я со всеми постоянно ругаюсь Так вот Язык договора Он не обладает вот этой лексикой Общедоступной Он пишется понятным Юридическими Слушай, ну если там встречается Слово страховка Да я лучше лишний раз Переспрошу у того же Представителя банка Кстати, кстати, друзья Очень важно До 10.00 О защите прав потребителей Если у вас есть какие-то вопросы Вы сталкивались с какими-то историями Можете написать нам На ватсап 913-381-05-54 Только что пришел вопрос От Владимира Алексея Что такое основные потребительские Свойства товара? Это свойства товара Которые соответствуют Целям приобретения Значит, непосредственно Как раз в статье 8 указано Что информация предоставляется В 8-10 статьях Закон о защите прав потребителей Что информация должна быть предоставлена В таком объеме Позволяющем сделать Правильный выбор потребителю Потребитель пришел Обратился к продавцу Изготовителю Импортеру и так далее Агрегатору С конкретной целью И, значит, информация И о товаре Должна соответствовать И в полном объеме Отвечать именно выбору Чтобы не было Вот это пограничное Заблуждение Введение в заблуждение Обман Я предлагаю перейти К какой-то конкретной Жизненной истории, Алексей Можно Конфликтная ситуация Связанная с приобретением товара Услуги И как вырулили это Я бы вам Вот именно по поводу выбора Отвечу сразу на вопрос Как Первое Именно в законе указано Что любая форма Подачи информации Должна быть позволяющая Получить ее И полностью понять Все, что касается Товара, услуги Или работы Вы не забывайте Что самое первое Это общение То есть вы не понимаете Что написано Вы не понимаете формулировок Спрашивайте С другой стороны Есть либо человек Либо если вы К агрегатору обращаетесь Там есть всегда Возможность обращения Значит давайте Приведем пример Многие из нас Автолюбители Автомобилисты Владельцы автомобилей Вы приезжаете на СТО Вам нужно Допустим Провести просто диагностику В конечном итоге Сотрудник СТО Вам говорит Что вам необходимо Вот это вот Недостаток Вот этой детали Мы вам рекомендуем Ее заменить Значит Вы не уточняя Ничего Не спрашивая Допустим Замена детали На оригинальную Стоит 5000 рублей Вы не спрашиваете А есть ли Альтернативы Вы просто Достаете деньги Идете и рассчитываетесь А он В данном случае Имея желание Само собой Заработать Мы Все это Сталкиваемся С рынком Предлагает Самый лучший Для себя способ И для вас Но для вас Не самый оптимальный А например Есть еще Параллельные Решения Это не оригинальную версию Предоставить Либо же просто Ее отремонтировать Саму деталь Например Такое тоже возможно Но он исходит Из самого серьезного Значит Недавно Вот буквально Из самого финансового Выгодного ему Ему выгодного Но не выгодного вам В том числе и финансово Поэтому В данном случае Обязательно нужно спрашивать Обязательно нужно уточнить Значит Мы сейчас продолжим Дальше историю Значит Она открывает газету Видит огромное количество Объявлений И все они связаны С установкой окон Ну в том числе И сервисное обслуживание Либо какие-то Она звонит По первому попавшему С телефона Приезжают специалисты Какой-то там Компании И она говорит У меня поддувают Значит Они опять же То же самое Все то же самое Обязанность Предоставить полноценную информацию Обязанность Рассказать все варианты Решения вопроса Они говорят Мы вам рекомендуем Заменить полностью Резинки все Мы рекомендуем вам Сделать настройку Окон И Ну соответственно Всей фурнитуры И соответственно Пропенить по новой Все по периметру Это всего 4 пенсии Зато вам будет тепло И уютно Нет 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 Итак Это все по расцинкам Нашей компании Там не называется Сразу стоимость И по ГОСТу Надо бабушке Обязательно сказать По ГОСТу Потому что же есть Такие крючки психологические Правда Леш? Которые используют продавцы А для бабуль в том числе А потом когда бабуля Открывает этот договор В итоге И видит Прайс на услуге Ну у нее Вот такой рубец В данном случае Сейчас мы пока не обсуждаем По поводу прайса Мы говорим просто о том Что на самом деле Они допустим Все сделали качественно Они реально все заменили Они настроили все Фурнитуру Они реально все пропенили Сняли всю старую пену Там все реально пропенили Но Вопрос решался Например там проще Допустим там достаточно было просто Летний период на зимний Переключить замки И все Допустим Да Либо где-то там поменять Одну резиночку А они сделали Комплексное обслуживание Полностью По максимальному Соответственно Объему работ Что вместо 200-300 рублей Вышло например Там в 7 тысяч рублей Плюс еще В договоре написали Что Обычная у нас гарантия Год На наши работы Ну еще дополнительно Тысячу Вы доплачиваете И еще 2 года Например плюсом Это все относится К тому же самому Это все относится Также к информированию И также есть Огромное количество Практик Которые касаются То есть Практики уже наработаны Где суды Отказываются Отменяют Идут навстречу Потребителю Когда он Обращается С тем Что я этого не просил Мне это все Навязали Значит Недавно тоже Ситуация была Со страховой Компанией Дошли они До апелляции Устояло Решение суда Истинство Здесь ОСАГО Страхование Нет Прошу прощения Каска была Страхование Автомобиля И мелкий шрифт Тоже мелкий шрифт Дополнительные Там были функции И опции указаны Которые при разговоре Не были озвучены И значит А также Объяснение своей позиции Страховая компания Говорила Это у нас установленная Форма Распечатанная Мы вообще ее В типографии Специально заказали Там Несколько тысяч экземпляров На что суд сказал Что нет В данном случае Ключевым является Что Вся информация Должна вычитаема Без специальных устройств Без специальных приспособлений У вас Настолько мелко Все написано Что оно не читаемо Обычными глазами Не соответствует Конкретно То есть с мелким шрифтом Можно идти в суд Конечно Это основание Для обращения Конечно Получается Один из главных выводов Который мы уже сейчас Можем сделать Для любого потребителя Который сейчас слушает Радио 54 Не бойтесь вовремя Задать очень простой вопрос Какие есть еще варианты Правильно, да? Это самая главная проблема Что постоянно Мы надеемся На того Кому мы пришли Ну это да Это же определенный Перед тобой статусный Допустим Человек или компания Которой ты априори доверяешь Ну вот и все Смотрите Есть два момента Если даже не доверяешь Надеешься на профессионализм Ну по-хорошему То да По-хорошему да Смотрите Есть два момента Первое Мы общаемся с людьми Ну да Как филологи Психологи Говорят о том Что мы вообще Не полностью Сто процентов Получаем информацию Друг от друга Первое И самое главное Второй человек Это представитель Потребитель Либо исполнитель Он не должен Заранее знать Вашу цель Вы ему должны Ее полностью озвучить Если вы приходите В магазин Приобретите Приобрести компьютер Есть разные виды компьютеров Вам его нужно Игровой сделать Для максимального Вам нужно Для графического Использования Вы будете Видео монтировать Или вам нужно На компьютере Ворде В Excel Бумажки печатать Ну хороший Получается Продавец Он должен сам Выявить Твои потребности Даже если ты этого Не озвучиваешь Это же его обязанность Или он не обязан Он обязан продать Как можно подороже Хороший продавец Обязан продать Вот если именно Обязан Вот все что касается Обязан То обязан Он предоставить вам Полноценную информацию О товаре Вот это А все остальное Всем априори Заранее нельзя сказать Ну тут нельзя даже Сказать по поводу совести Вы пришли с конкретной целью Вы ее озвучите Что вам нужно Вот это ключевой момент Самое первое Это начать разговаривать Конечно крупнейшие компании Крупные И агрегаторы крупные Они огромное количество Информации предоставляют Мы сейчас можем находить И отзывы про этот товар Мы можем и описание И видеоряд даже Они показывают Там и распаковка Я вас умоляю Какие отзывы Вы знаете Кто пишет эти отзывы Ну в любом случае Ну хорошо Ладно Допустим Даже если не отзывы Вы увидите Картинки В 3D В обычных Ракурсах И даже видео с ним Все равно Пока товар в руках Не подержал Ты не имеешь Абсолютно никакого Представления Ну это У меня так А как подержать услугу Понимаешь Есть какой-то Тестовый период После которого Ты понимаешь Тебе дальше С этой компанией Идти или нет Ну нужно посмотреть В интернете Что вообще Говорят про эту компанию Представлена ли она Вообще там Может быть Конечно бабушка Вот это сделать не сможет А часто ли компании Обращаются в суд В связи с негативными Отзывами в их адрес И суды вообще Серьезно к этим Историям относятся Или отзыв в интернете Не почва для замужества Я скажу Что большая практика Обращений И организаций Продавцов и исполнителей По обжалованию Как раз предписаний Либо административных Документов Роспотребнадзора По поводу отзывов Чтобы в отношении Какого-то гражданина Я такого не видел ни разу Не встречал по крайней мере А вот по поводу обжалования Где Роспотребнадзор Признает те или иные действия Не надлежащими Нарушающими права И предписание Устранить это Вот это Огромное количество Таких дел И либо Соответственно Суд встает На сторону Роспотребнадзора Либо на сторону Организации И все там относительно Нужно это смотреть Я предлагаю резюмировать сейчас И знаешь Может быть несколько Важных советов Там пол-тройка Важных советов Для любого потребителя Как правильно себя вести Или что нужно делать Чего нельзя Первое Что мы уже точно поняли Не забывайте напомним Задать вовремя вопрос Какие есть еще варианты И озвучить Свои потребности сам Читайте Что подписывает Второе Читайте Что подписывает И это тоже очень важно Даже не только Еще по поводу Читайте Сейчас пример приведу Покупка Через интернет Билетов на самолет Например Вы покупаете Нужно обязательно Просмотреть Сразу полностью Сразу полностью Сустраницу Спрашивайте Если вам непонятно Еще раз переспросите И внимательно читайте Что вы смотрите Покупаете Сейчас все уходит В агрегаторы Там тоже надо Внимательно читать Особенно если вы Это покупаете Через смартфон Все уменьшено Во множество раз Будьте внимательны И смотрите Что вы делаете Радио 54 Первое Областное радио